Ум концептуально обусловленный духовностью. И такие люди загружаются практиками, йогами, методиками, техниками. Знаете, я вот скажу, когда речь идет о душе, о контакте от души к душе, а какой методикой вы достигаете душевного контакта с человеком? Я говорю, хочешь в ухо сейчас дам, чтобы такие дурацкие вопросы не возникали? Это не про методику. Душа – это всегда иррациональное. Душа – она всегда живая. Соприкосновение двух душ – это всегда чудо. Но чтобы мне соприкоснуться душой, мне нужны концепции свои, йогические, интегральные, религиозные, духовные, раздвинуть. А тогда же я голый. Вот недавно, буквально вчера, мы посмотрели прекрасный фильм 2020 года. Называется он «Глубже». «Глубже» – восклицательный знак. Там фильм о судьбе режиссера, который работал по методике Станиславского и который вытаскивал душевное переживание сначала из обычных актеров, потом из порно-актеров. Говорит, у вас же секс какой-то, но там вообще никого нет, там души нет. И он пытался их оттуда достать. И самое интересное, еще одна ловушка. Если вдруг ты садишься на волну душевного раскрытия человека, а это сейчас в цене, согласитесь, в наш глянцевый, бездушный, духовно-ориентированный мир, это сейчас в цене. Потому что духовных людей много. Духовные люди – странные люди. Их разливают в каком-то, в каком-то, в огромном сосуде. Там Борис Борисович, который пытался с ними найти общий язык, но так или иначе не нашел. Понимаете? Вот если ты раскрываешь, поскольку искренность, новая искренность в поэзии и направлении, да, в цене находятся системы, люди, группы, и говорят, о, приходите, вы будете нам ценным сотрудником. Там, например, с телевидения приходят, говорят, слушайте, сделайте нам из этого политика или оратора так, чтобы за душу брало. И вот здесь самое главное, что, ну, не повестись. Если ты даже измерение души раскрыл, но если ты хочешь монетизировать это измерение души так, чтобы оно работало на людей, которые в конечном итоге работают на фальшивые цели, а еще гениальный Оша говорил, что в политике психически нормальный человек не пойдет. Это люди, которые на самом деле иногда приходят с прекрасными намерениями, но, будучи обусловленным этой системой, они становятся винтиками. Вот, в ту или иную систему, ну, чтобы встроиться и так далее, чтобы соответствовать, как только я соглашаюсь с правильностью той или иной системы, такой-то йоги, всякой-то йоги, такой-то медитации, всякой-то медитации, по Вилберу, по Хеллингеру, по гештальту, по расстановкам, в этот момент на каком-то этапе моя душа в новом опыте раскрывается, но потом она обратно сворачивается под заданную концепцию и развивать перестается. И хватит ли у меня смелости, если моя душа не раскрывается, если она тормозит, если я понимаю, что мне уже тесно, вот оставить насиженное пространство, концептуальное, включая коллег, включая таких близких людей по вере, и дальше идти своим путем. И вот это то, что мои любимые учителя, Григорий Померанц и Зинаиды Миркин, называют одиноко прочерченным путем. Когда из насиженного теплого пространства на холодную зимнюю дорогу к вечеру ты выходишь и говоришь, ребята, вы хорошие, я не против, но мне дальше. То есть, как это дальше, куда вы пойдете-то? Мне дальше, я не могу понять, как это все, но мне дальше. Поэтому я такой в этом смысле сторонник движения, не присоединения. Я поэтому не держусь ни за христианское мировоззрение, ни за ведическое, ни даже за великого и всемогущего Кена Вилбера, который нас всех сбалансировал и синтегралил. Мне дальше. Если я встречаю живые глаза, в которых блеск необусловленности, сумасшедшинка, жизнь, но не такая, которая наиграна, или актерским мастерством, как бы как-то так оно, я просто говорю мне дальше. А вы к какой школе принадлежите психологической? Я говорю, никакой. А вы по какой методике работаете? Я говорю, знаете, по своей, но скорее всего это не методика. Вот методисты настоящие, они говорят, ну, разве это у вас методика? А какие у вас результаты? Сколько процентов результатов исцеления от невроза, психоза и прочего? Я говорю, поймите, как мы можем то, что на территории психики и души, померить в процентах? Вы что, с ума сошли, что ли? А вот, ну тогда вот, я говорю, вот если вот есть я, есть ты, мы можем без вот этих предохранительных стенок и пуленепробиваемых стекол концептуальных просто поговорить. Вот выкинь свою йогу, свою методику, свою медитацию. Давай просто о душе к душе поговорим. Ну, как тебе со мной? Ну, счастлив ли ты? Нашел ли ты свою любовь? Только так вот, как чувствуешь, они... А в каком смысле любовь? Вот, вот давай заканчивайте дела, давай, давай просто поговорим. Просто поговорим. Вот, и смотрите, даже хорошие какие-то фразы и ходы, например, Экзюпери когда-то сказал, самое дорогое – это роскошь человеческого общения. И вот ходят люди, которых когда-то вштырила эта фраза, пишут себе на футболках, на бейджиках, на плакатах, выходят с надписью о роскоши человеческого общения на несанкционированные митинги. Все, как только ты это написал, аромат ушел. А когда вот оно родилось, да, вот как-то уже и мы попробовали, пошли. Поэтому в эту сторону. И я помню такого замечательного мудреца, я уже отчасти упоминал его, Оша Раджниша, который незадолго перед смертью говорил, не дай бог из того, что я наговорил вам за всю свою жизнь, чтобы вы сделали какое-то учение. Вот. Но они же сделали, понимаете? То есть, какие-то фразы имеют контекстуальное значение. вырванное из живого общения фраза, она, ну, как сорванный цветок. Для гербария – да. А вот и для жизни – нет. Понимаешь, рождается какая-то, ну, какая-то практика или какая-то медитация. И потом разок-другой еще она проворачивается, вроде идет. А потом я смотрю, что если сейчас ее провести, ну, как плановое упражнение, в этом не будет жизни. Сейчас мне нужно дать себе труд послушать, вот как для конкретной Дианы, Светланы, Ивана, Ольги и, скорее всего, Настя. Какая сейчас? И это всегда труд души. То есть, мне нужно туда нырнуть. Здесь-то я личностью, то есть, умом. Здесь здравствуйте, с Новым годом. Вот. Какой вы будете салат? А хотите вот компот? Понимаете? Ну, да. То есть, такой застольный разговор. Но в этом есть какая-то доброта. И если мы не умеем душой соприкасаться, то хотя бы через вот эти вот, ну, застольные фразы, да, там. Добрый день. Спокойной ночи. То есть, вот. А если вот, вот найди к своему спокойной ночи какие-то добрые слова, которые у тебя для сейчас родятся конкретному человеку. Слабой или нет? Вот. Ну, или до завтра, друзья. Конечно, клишированные фразы помогают нам. Но очень часто мы забываем, что мы душой не соприкасаемся. Два человека живут в одном доме. Три человека, четыре. Понимаете? Они не разговаривают. Вот. И вообще вот, ну, смотрите, вот семейная терапия. Например, вот ко мне приезжали пары в предразводном состоянии. Это же история двух людей. Но оказывается, они настолько уже друг не с другом, что и они разговаривают через меня. Буквально так. Объясните ему, почему женщине нужно прислушиваться. Это я должен объяснить ей в его присутствии. Значит, между ними бетонная стена. Но эта бетонная стена рушится. Знаешь как? Когда в какой-то момент один из партнеров случайно стеночку ослабил, например, устал, а другой свое убирает и туда фигачит, фигачит, фигачит. Ты мне всю жизнь, сука, испортил. Ты вообще такой-сякой. И потом раз, этот только собрался, чтобы ответить, а стена уже закрепляет. Так, все, я спать. Понимаешь? И потом я разговариваю с этими людьми. У меня нет в задумке, ну, в сюжете, чтобы мне, например, с ними, как это сказать, свести их или развести, или объяснить, что, ну, у вас дети, как вы разведете. Потому что, если остыло, если кроме холода и претензий ничего не осталось, не мне надо сказать им об этом, а их себя услышать через меня. Поэтому я могу в этом смысле, если я, например, консультант для обоих, я могу быть женой для другого человека, мужем быть для другого человека. Я могу этим играть. Я скажу, ну, ребята, ну что, елки-палки, ну, на что это похоже? Вы не слышите друг друга. Один раз я консультировал одного человека, который рассказывал о том, что у него и отношения, и дети, и жена, и уже 10 лет вместе. И бабах. Она полюбила, парня помоложе, и подуховнее, конечно. Муж, который зарабатывает на семье, он оказался бездуховным, а тут оказался прям мастер, знаешь, духовности. И она прям полюбила, и у них так все хорошо. Вот. И он мне приехал и рассказывает, представляешь, ну, как это так? Как же так, дорогая редакция? Я слушаю всю его переживательность, всю его боль. Я это все впитываю, как губка. Я не прячусь в позицию терапевта. И вот я прям на полу упал, и я говорю, все, я сдыхаю. Я прям умираю. Говорит, нет, нет, не надо, пожалуйста, это я вас так. Нет, говорю, я сам. Если я сейчас буду психотерапевтическими этими, ну, стеклами защищаться, как я срезонирую, как я пойму? Вот. И я прям так пролежал, минут 10 он сидел. Ну, почему-то это как-то сработало так, что эта боль начала его отпускать. Потом я рассказываю своей знакомой психотерапевту. Я говорю, представляешь, Оксана? Я уж прям палюсь по именам. Вот прям на консультации, прям вырубился, и у меня здесь прямо как каленым, как каленым железом все прожигалось. Что это? Ты скажи как профессионал. Ну, и она, конечно, говорит, ну, конечно, я как супервизор вас бы дисквалифицировало уже, если бы вы были психотерапевтом. Ну, слава богу, вы не психотерапевт, а вас бы и дипломы надо лишить. Я говорю, ну, я жил в это время, за что мне лишать диплом? Ну, это ж не профессионально. Вы должны удерживать, различать свои чувства и чувства вашего клиента. И вот это вот как раз концептуальный ум, когда жанр, вот такой вот жанр определяет меня, и я при этом совершенно, ну, не собой, а какой-то ролью вхожу. Поэтому, если, например, ну, например, другой вариант возьмем, например, танец. Танец. Вот есть танцы, но ты выходишь, вот индийский танец, я очень люблю индийский танец вообще, и ты выходишь, и тебя очень долго мастер обучает правильно совершать движение. И ты выходишь, и ты где-то выступаешь, и ты танцуешь, и у тебя движение правильное, и ты внимательно следишь, чтобы там что-то не ошибиться или не перепутать. А смотришь, резонанса в зале нет, потому что все правильно, но тебя в этом танце нет. Есть тело, которое двигается по алгоритму. Вот точно так и, да, посмотрите. Есть другая ситуация, когда человек выходит на какой-нибудь шоу-голос, он там лажает, он может быть чего-то такое, а у зала на глазах слезы. Вроде бы это форматом обеспеченное, защищенное пространство, то есть выйти, спеть, услышать мнение жюри. Но вот выскочить все-таки раз, выскочить и сказать, выскочить и проявиться. Внутри обусловленного формата проявиться душой. Я люблю одна из моих, вот в связи с этим, любимых историй. Помню, я еду в Минск на белорусском вокзале, и у меня такое какое-то тяжелое, скверное настроение, так все это тяжело, просто что-то мне кажется, что вообще я занимаюсь какой-то ерундой, ничего ценного нет. Но я понимаю, что это только мозги, у них свой ритм там. Мне не надо... Я, слава богу, техниками от так называемой нересурсности не защищаюсь. Я просто проживаю. Есть мозг, когда мы... И душа прям... Душа открывается, а есть, когда она пошла на спад. И не надо себя стимулировать техниками. Не надо искать фэншуй-точки какие-нибудь там на лбу или на запястье. Просто проживи это. И вот, да, но соприкосновение с душой. Я захожу в типа маленький, могу этот, такую, как называется, столовочку, типа картошки-крошки. Представляешь? А там женщина-дагестанка, которая где-то, может быть, ей 40 или 50 лет, а она такой дорогой. Ну, почему такой печальный? Понимаешь, она налила столько души. Я говорю, вот мне вот это вот рыбки, вот это и вот огурчик, картошечку. Вот эту рыбку не бери, все, она плохая уже сегодня. Вот эту лучше возьми. То есть, она вот здесь вот. Вот, понимаете, мне кажется, еще на рынках, вот только не на этих маркетах, гипермаркетах, а на рынках остается такая атмосфера, атмосфера, где человек тебе просто продает консервации, помидорчики, собранные собою. И там еще мы за этим контактом-то едем. В Индии, конечно, дофига этого всего, как мне кажется. Но когда там долго живешь, ты понимаешь, что они тоже там, как будто бы у них есть эмоционалка, и вот эта способность продавать, впаривать, так, на эмоциональной волне. Но они хотя бы имитируют. Мы уже вообще на алгоритмическое общение перешли. Но печальнее всего, понимаете, вот когда вот с духовными людьми, я понимаю, что человек, передача знаний, передача навыков, это прекрасно. Но, Елы Палы, что ты такой печальный, когда говоришь о медитации? Это тебя так медитация засушила? Нет. Просто ты сбежал. Был я на одном сатсанге у русского мастера, и он, понимаешь, он считается таким великим, просветлен, у него книжки написанные есть. Аудиокнигу его когда-то прослушал. Думаю, зайду, схожу. А он там, вы, про жертву, про то, что надо много медитировать, чтобы достигнуть. А я так душой слушаю, и у меня такое неприличное из души рождается. Я ему говорю, дорогой, вот так в душе, про себя. И вот не хочу быть таким грустным, как ты. Если твоя духовная практика так тебя засушила, я не хочу засушивать свою душу. Потому что у меня душа хочет поиграть. У меня душа хочет объятий. У меня душа хочет нестандартных решений, причем каждый раз разный. Меня невозможно поймать. Моя душа выскальзывает, потому что душа – это как вода. Она пульсирует. Вот, хотя, если уж я пришел в позицию ученика, я своей душе говорю. Душа моя, давай посидим, поучимся. Вот попади в реальность этого человека, как будто все это правда. Ты уж, раз ты купил билет на сатсанг, и изволь быть в состоянии ученика. Это я от ума говорю ей. Она говорит, ну хорошо, минут 10 еще, хорошо? А потом пойдем водички попьем, хорошо? Я говорю, ну хорошо. И вот этот баланс мужского и женского ума, где есть долженствование, обязательства, финансы, в конце концов, и души, которая на простом языке разговаривает с нами. Чего-то не хочу. Чего-то хочу. Чего-то не хочу. Понимаете? И вот когда беседуешь, у меня есть близкие душевные люди, мастера. Друга, если с этими людьми у тебя есть связь, и которые за твоим профессионализмом, духовностью и красивыми словами, и вот этой распальцовкой насчет того, что у тебя там какие-то там достоинства есть, или у тебя там столько-то подписчиков, и ты там в практике столько-то лет. Вот понимаешь, друг, вот если от души к душе, он на это не ведется. Друг – это человек, который хочет побыть с тобой, а не с твоим профессионализмом, интеллектуализмом, чего-то еще, коммунизмом, и каким-нибудь еще марксизмом, бенинизмом. Просто побыть с тобой. Я эти истории много раз рассказываю. Вот я помню, как-то приехал ко мне один друг просто пообщаться. Я для него наполовину как друг, наполовину как учитель. И у него вопросы были, он хотел пообщаться. Он на седьмой минуте общения сказал, что-то ты сегодня совсем какой-то уставший. Ну-ка, ложись. Я говорю, в смысле? Все, снимай, ложись. Я говорю, зачем? Ты что, боишься, что ли? Чего? Про массаж у тебя. А, ну ладно, давай. И вот когда оно вот так вот вживую рождается. Иногда встречаешься с человеком, а смотришь, он не с тобой. Он или в концепции, или со своими бывшими там ссорится. Иногда, знаете, с мамой или с папой. Вот бывает так, что у меня папа очень-очень хороший человек. Но он свою значимость реализует только через деятельность. Когда он что-то делает, он как бы оправдывается всю жизнь, что он ценный и хороший, потому что он что-то делает для людей. Он что-то делает. Я говорю, папа, можешь просто вот побыть со мной, просто посидеть, просто вот о себе, ну о себе поговорить, а я тебе о себе. Да, сынок, там столько работы, на кухне там надо еще это все, полочку прибить, ну вот старые вот эти банки выкинуть. То есть, ради самого главного, как будто бы нет времени. Мы вчера тут медитацию в центре у нас делали, такую, знаете, вот, 10 минут просто побыть с другим человеком. Просто 10 минут побыть с другим человеком. Без того, чтобы делать, без того, чтобы улыбаться, без того, чтобы нравиться. Просто побыть с другим человеком. И папа мой был на этой медитации. Я говорю, пап, ну тебе удалось просто побыть в 10 минут? Говорит, сынок, ну сначала я вот так сел, смотрю там со мной девушка хорошая была потом я сидел и думал сколько еще работы надо переделать то есть просто быть это как будто бы нас так обучили и мне до папиной души я до него докапываюсь я говорю от чего то вот он как мы когда обсуждаем что-то их или фильм смотрим почему ты всегда отмалчиваешься он говорит я боюсь чуть не чуть скажу ляпну вы так умно все рассуждаете а я так в том-то и дело душа это про то что что-нибудь ляпнуть такое что вообще не впишется ни во что но от души вот 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 это вот основная тональность и основная тема который мне хочется раскрыть потому что мы все в панцирях концепции духовности духовного поиска интегральности чего там как-то уже очень-очень далеко зашли и это стало нашими фильтрами восприятия нашим шлемом а душа она простая душа наш простая а нам же надо выглядеть правда